Исчезли с прилавков, попали на склад. Владельцы новосибирских оптовых и розничных сетей не знают, что делать с импортными товарами бытовой химии, попавшими в черный список. Роспотребнадзора ведомство запретило реализацию 11 наименований, ссылаясь на содержание в них вредных токсинов. Мировые бренды готовят свой ответ, продавцы несут убытки, покупатели пока изменения не ощутили. Александр Могилин расскажет подробнее. В новосибирских магазинах бытовой химии никакого ажиотажа. Большинство покупателей даже не заметили, что с прилавков куда-то исчезли товары. Продажу отдельных видов порошка, гелий и мыла известных марок запретил Роспотребнадзор. Слышала, что химия, конечно, влияние аллергена как-то влияет. Разному человеку разные свои качества по химии. Ну а так нет. На мой взгляд, пока ничего не изменилось, в случае визуально заметно это не видно. Продавцы тоже особой разницы не замечают. Люди практически не спрашивают о запрещенных товарах. Тем более, что ассортимент большой и замену всегда можно подобрать. Товара нет, да, но они говорят, что слышали, что запретят какой-то товар. Но испуга нет. Черный список от Роспотребнадзора получили все магазины. В нем 11 наименований товаров разных брендов. Владельцы оптово-розничных сетей недоумевают, почему запрещают продажу, к примеру, средства для мытья посуды с ароматом лимона и лайма, а аналогичное средство с таким же названием, но с другим ароматом не трогают. Мы же понимаем, все это разливается из одного котла, из одной смены, на одном предприятии делается. Ну не может быть, что на одной позиции какие-то проблемы, а все остальные хорошие. Продавцы считают, в данной ситуации больше политики, нежели токсинов. Ведь речь идет об импортных товарах, хотя многие из них производят в российских филиалах. Но приказ есть приказ. Неподчинение грозит штрафными санкциями. В этих коробках как раз те самые товары, которые попали под запрет. Здесь и стиральный порошок, и увлажняющее молочко, и отбеливающее мыло. На прилавках эти наименования уже не найти. Аптово-розничные сети собирают их в коробки и отправляют на склад. Поставщикам пока не возвращают. Надеются, а вдруг Роспотребнадзор отменит свое суровое решение. Большую часть попавшего в немилость товара уже отправили на хранение. Остальное лежит в подсобках. Уже сегодня в Роспотребнадзоре заявили, все партии опальных наименований бытовой химии проверят. Безопасные вернут на прилавки, а токсичные отправят назад поставщикам. Александр Могилин, Алексей Погудин. Новости ОТС.